Ну, например, скажем, дворник, человек, подметающий, убирающий улицы. Он делает это, потому что Бог послал его на это дело. Для того, чтобы это необходимый элемент человеческого общежития, кто-то должен наводить порядок, кто-то должен чистить улицы. И человек понимает, что поскольку ни на что другое он не годен, он с радостью принимает это служение для того, чтобы по воле Божьей люди радовались тому, что вот есть чистые улицы, чистые тротуары, что можно ходить зимой не по скользкому льду, а по асфальту, что можно не думать, что это грязное место, или что тут загаженные кусты, или скамейки, или еще что-то. И он делает, наводит чистоту, но не для того, чтобы похвалили его, не для того, чтобы отработать свою полученную зарплату, а потому что он сознает это как то служение, на которое поставил его Бог. Он видит в каждом человеке образ Божий, Христа, которому он служит, и делает свое дело ревностно, не ожидая награды от людей, а знаешь, что, исполняясь радостью, знаешь, что он творит волю Божью. И когда на него ворчат, кричат, обзывают, ругают, он все это переносит спокойно, потому что он знает, что пришел не во славу человеческую делать это дело, а исполняет волю Божью, и от этого все больше радостью исполняется его сердце, все больше благодатью. Он может жить в таких условиях, и такие случаи известны, в том числе, например, из такого, там приводится, например, история Акакия, который был истопником в Лествице. Он, вот, практически и фраме-то никогда не было, все считали его грешником, но он служил, вот, своим поварским делом, своим, и обязанности трапезаря исполнял именно как служение Христу. И для него все это служение совершалось в духе, хотя никто это не видел, да и не должен видеть, потому что все, что совершается внутри, оно видится и принимается только Бог. И офисный работник может делать свое дело во славу Божью и силой Святаго Духа, зная, что его служение кому-то нужно. Кто-то должен делать эту неприятную, неблагодарную и очень грязную в сущности работу, но человек понимает, что Бог поставил его на это дело и делает это дело. И солдат, и врач, и строитель, и ветеринар, кто угодно, спортсмен, путешественник, любой человек в любом месте, он может исполнять это дело, потому что он духом и истинно служит Богу. Он творит это по воле Божьей, перед лицом Божьим, как вот недавно, буквально вчера, прочитал маленькое высказывание отца Федора Конюхова. Вот, он говорит, что неужели вы думаете, что отправляясь в кругосветное путешествие или покоряя Арктику или Антарктику, я надеюсь на свои силы. Нет, каждый раз я уповаю на Бога, молюсь Бога и черпаю силы только в нем. И таким образом, вот это в сущности бесполезное дело. От этого никому ни жарко, ни холодно, никакого служения, строго говоря, в этом нет. Но на это поставил его Бог. К этому он его призвал. И этот человек, находясь в бескрайних снежных пустынях или водяных просторах, он находится с Богом, знает Бога, взывает к Богу. И все свои действия исполняет по воле Божьей перед лицом Бога, и славы себе не ищет. И поэтому, совершив какой-то очередной свой подвиг, он исчезает и никаких не блистает, не кумирит, ни в каких звездных сериалах не принимает участие. Нигде его не видно. Он сделал дело и ушел. Он сделал это для того, чтобы быть с Богом. Только так он может быть с Богом. Он попробовал жизнь на приходе, она у него не удалась. Он понимает, что быть с Богом он может только там. И там он исполняет свое священническое служение, потому что в бескрайних пустынях он делает то же самое, что делали древние монахи. Он стоит перед Богом и молится за мир, чтобы Бог помиловал этот мир. И только отдавая себя вот в эту волю Божью, поручая себя заботам Бога, он и может пребывать в таком состоянии, чтобы всегда быть способным возносить молитвы Богу. Для него это служение в духе и истине. И поэтому мы не можем никогда ничего сказать о человеке. Вот стоит два человека, поют на клиросе. Один поет, потому что его призвал сюда Бог. И он поет, хорошо ли, плохо ли, во славу Божию. Переживает от того, что поет недостаточно хорошо. Просит Бога, чтобы дал Бог ему силы во время пения, пребывать в Боге, а не отвлекаться на качество звуков или на качество взятой ноты, а просто пребывать в этом пении, сливаться всецело в молитвенном предстоянии перед Богом. Он черпает силы для пения в Боге, воспринимает это как служение. А другой поет просто потому, что он не знает, каким образом еще деть воскресный день, а можно прийти попеть в храм и за это что-то получить. И людям приятно, мне не обременительно, что-то еще можно и заработать. Он поют вместе, но по разным причинам. И один из них служит Богу, духом и истиной, а другой просто служит самому себе. И так можно сказать про любого. Про священника, про монаха, про губернатора, про мэра. Никто не знает, по какой причине этот человек здесь оказался. Никто не знает. Почему он стал руководителем, скажем, например, какого-нибудь департамента в администрации губернатора? Или почему он пошел работать в полицию? Или почему он работает дворником? Или почему он сидит дома и не выходит из дому? И что-то там делает непонятное. Никто не знает. Никто не может судить человек. Только Бог знает, что в нем. И по какой причине он это делает. И поэтому, в принципе, ни при каких обстоятельствах никто не может выступать судьей другого человека, потому что он не знает, что свершается в его сердце. Не знает. И это настолько порой, скажем, важно, настолько принципиально, что из-за нашего непонимания этих вещей мы можем сломать человеческие судьбы. Вот. Просто потому, что мы думаем, что человек делает это по каким-то своим мыслям, а он делает потому, что он осознает это как волю Божью. Он нас пытается убедить в том, что он делает это потому, что так понимает волю Божью. Мы говорим, нет, это все глупости. Делай так, как я тебе скажу. Потому что я мудрый, я все знаю. Вот вмешательство, суд над чужой жизнью, над другой жизнью, он ничего не может сказать. Мы не можем ничего знать, что совершается в сердце человека. Никаким образом. И поэтому, как говорит потом апостол Павел, оставь человека. Он перед своим Богом стоит ли или падает. И вы не знаете, что с ним происходит, но Бог силен восставить его и направить его на путь служения себе. Но главное, не главное, но еще из этого высказывания о служении Богу, Духом и Истиной, выходит и то, что внешнее служение, само по себе без служения в Духе и Истине, ничего не значит. Ничего. Вот человек пошел служить сестрой милосердия. Для чего? Ну, потому что ему жалко людей. Ну, жалко людей, поэтому я пойду о них заботиться. Этой жалости скоро не будет. Она уйдет. Человек устанет жалеть. Он начнет жалеть самого себя. Потому что жалость очень плохой компаньон для того, чтобы начинать серьезное дело. И человек начнет жалеть уже себя от того, что жизнь, она тяжелая, вот, никакой радости нету, беспросветно, благодарности от людей никакой человек не испытывает. И он изнемогает в этом служении. Но признаться в том, что он начал это служение не так, он не может. Само по себе его служение ничего не несет. Оно не созидает ни его жизни, ни жизни его подопечных. Но поскольку он все-таки начал что-то делать с мыслью не о себе, а о других, то Господь принимает и это слабое намерение и пытается человека исправить. Постепенно, посылая ему людей, посылая определенный опыт, он показывает ему, что надо изменить вот то, изменить тот изначальный посыл, который привел тебя к сестрам милосердия, и начать это созидать на другом основании. Именно так осознать, что это воля Божья. И делать ты это обязан. Ты к этому делу и призван от начала мира. И беда будет только в том случае, если ты не будешь этого делать, тогда ты не исполнишь волю Божью. И надежды на спасение у тебя нет, ты будешь осужден с тем человеком, который зарыл талант в землю. Ты должен этим талантом служить людям. Но сделать, осуществить это служение, ты можешь только тогда, когда будешь черпать силы к этому служению не из себя, а черпать от Бога. Непрестанно молясь, Господи, помоги мне осуществить мое служение. Дашь мне любить этого человека, как самого себя. Но учи меня любить этого человека так, как любишь его ты. И вот это постепенное изменение человеческой мотивации, человеческих установок, оно выправляет неправильно начатое служение, делает его правильно организованным. И тогда, и только тогда это служение приносит плод. Само по себе оно ничего не значит. Ничего вообще в этом мире ничего не значит, кроме того, что происходит в сердце человека. Именно там и свершается все самое важное. Об этом мы еще вспомним, когда будем читать Нагорную проповедь. Она заканчивается в 7 главе, окончании 7 главы. Как раз про это Христос и говорит, что многие придут ко мне в тот день и скажут, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Он говорит, нет, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в дом Отца моего, а только творящий волю Отца моего. Вот это творение воли, то есть осознание своего делания, как заданного послушания от Бога, как того дела, которому я предназначен промыслом Божьим, как того дела, которое я и должен делать, и должен исполнять, только при этом я могу осознать, что я должен это сделать, делать. Если не сделаю, мне будет худо, а я не могу его сделать, мне не хватает сил, это всегда заданное дело, превышает мои возможности. И тогда человек молится Богу, черпая силы из той благодати, которая ему уже дана была в крещении. И таким образом и приносит на пять вложенных талантов, приносит пять других. И только так его светильник не погаснет до страшного суда. Вот это служение, обращение внимания на то, что я делаю, чем дышит мое сердце, во имя чего я сейчас это делаю, что у меня на сердце на самом деле лежит, что я сейчас ищу славы человеческой или славы Божьей. Я это делаю потому, что я нет сказать не могу, или делаю потому, что так велит Бог. Я делаю это потому, что я должен это делать по поверению Божьей, или потому, что так сложились обстоятельства, в которых я сам же себя и запутал. Вот это очень важное качество, и поэтому святые отцы во всей своей практике всегда начинали вот этот жизнь человека перед лицом Бога, всегда начиналось с того, что человек должен был собрать самого себя, устремить взгляд внутрь себя, не на то, что я делаю, что делают мои руки, а что в данный момент чувствует, переживает мое сердце, по какой причине оно исполняет это служение, в Боге ли оно совершается, ради ли Бога совершается, силой ли Божьей оно совершается. И вот в этой беседе, кроме вот этих ключевых, конечно же, слов, есть еще один эпизод, один эпитет или одна метафора, которую употребляет Христос. Мы немножко только на этом остановимся, потому что дальше в Евангелии от Иоанна это образ, эта метафора будет раскрываться полнее, и мы об этом еще поговорим. Когда женщина приходит к Нему и просит у Него воды, Иисус говорит ей, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. И Иисус сказал потом ей в ответ, всякий, пьющий эту воду, обыкновенную, мокрую, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам Ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вот тут он впервые говорит о воде живой, потом он об этом говорит еще будет много. И сказано будет об этом тоже много. И мы неожиданно начинаем понимать, что слова пророка Иоиля «И залью духа моего на всякую плоть» это не просто, скажем, какой-то случайный глагол, а именно благодать святаго духа, она постоянно используется в евангельских текстах как поток воды живой. Дух как живая вода. И здесь важно вот эту метафору, именно здесь, возле этого колодца, эту метафору раскрыть, понять, что такое живая вода. живая вода – это поток, струящий, источник, не стоячая вода, как в ведре, или в луже, или в болоте, а это поток. Мы не понимаем, мы живем, почти не понимаем, мы живем в условиях изобилия воды. И мы не знаем, что значит живая вода. Конечно, сейчас есть кинематографические средства, которые помогают нам представить, что происходит с той же самой пустыней, когда там после весенних дождей бегут эти потоки, и вся земля преображается. Мы не очень это замечаем. Мы привыкли жить, когда дождей, снега и прочие мокроты у нас хватает очень много. Для нас образом бы, наверное, значительным были бы солнечные лучи. Они так живительны для нашего брата и так редки. А вот для людей пустыни этим сокровищем является живая вода. Она несет жизнь. Не так вот, что я, например, скажем, хочу пить и попил, а вот так, что вся земля высохла, сердце высохло, губы высохли. Пищевод, гортань потрескался, язык потрескался. Все засохло в этой пустыне. Все превращается в камень, окаменело. Нету жизни, казалось, никакой. И вот побежала живая вода, и все тут же пустилось в рост. Все наполняется жизнью. Оживают мертвая земля, мертвые кустарники, казалось, окаменевшие. Вот вырастают растения, цветы, просыпаются животные. Все начинает петь, плясать, веселиться. Вот вода для людей пустыни. Это жизнь. И для человека, живущего в пустыне, вода, жизнь. Она приводит его в чувство, она для него важнее, чем еда. Капля воды. Глоток воды. Это так важно для человека. А если это еще и поток воды, непрекращающийся поток воды. И вот для людей пустыни этот образ духа, как животворящего, все мертвое, он был очень понятен. Очень знаком. Потому что именно поток воды, как арык какой-нибудь, представляете, когда вода выходила из берегов, из-за того, что там где-нибудь на вершинах гор начиналось таяние ледников, воды выходят из берегов, и крестьяне вырывают колодцы, систему урожения, для того, чтобы их участки оросились водой. И этой воды, которая длится там, может, месяц, он там может, полтора месяца, эта вода еще бежит, хватает для того, чтобы вырос урожай. Без этого просто смерть. И для них вода живая – это источник жизни. И что значит источник жизни? Это, вот он же говорит, что я дам ему такую воду, дам ему такую воду, что не только он не будет жаждать никогда, но вода сделается в нем источником текущей в жизнь вечную. То есть получается, раз Дух Святой уподобляется воде, то значит этот источник воды живой как бы внедряется, поселяется в само существо человека. Там внутри у нас начинает бить поток воды живой, которая оживляет и нас, и всех приходящих к нам. И этот поток, он струится, и пока он струится, я уже вот имею надежду на жизнь вечную. Он и течет в жизнь вечную, он и есть поток жизни вечной. То есть спасение в том и состоит, что через крещение Дух Святой сходит внутрь человека, и в глубинах человеческого духа иссякается вот этот источник воды живой, который сначала животворит человека, а потом по мере того, как человек весь становится этим объятым, живой водой духа, этот человек, как Серафим Саровский, Ильян Кронштадтский, может животворить всякого, кто приходит к нему. Не в метафорическом виде, а в прямом, возвращая слепым зрение, исцеляя больных, утешая расслабленных, поднимая упавших, потому что этот поток воды живой в человеке уже струится. И еще один тоже маленький фрагмент из беседы Иисуса Христа с Самарянкой. В 30-е, когда уже беседа закончилась, женщина уходит, приходят ученики, и он им говорит, они спрашивают его, рови, ешь. Но он сказал, у меня есть пища, которой вы не знаете. Поэтому ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? И Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его. То есть пища, Христос говорит, пища для него, а значит и для всякого христианина. Пища для него творить волю Божью. Человек питается тем, что творит волю Божью. Об этом подробно Иоанн Богослов будет говорить в 6-й главе своего Евангелия в беседе о хлебе жизни, об этом мы в свое время поговорим. Но вспомним, что в момент искушения в пустыне Христос вспоминает слова из второзакония «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Но ведь слово, исходящее из уст Божьих, и есть воля Божья. Господь изрек, Он изрекает то, что является Его определением, Его волей, то есть питание Словом Божьим и питание волей Божьей, есть одно и то же. Бог повелевает через Слово, и человек, исполняющий повеленное, он вкушает Слово Божье. Значит, получается, что человек, который слушает Бога, исполняет волю, слышит, принимает это Слово и исполняет это Слово, он питает сам себя, созидает сам себя. То есть не просто, когда мы, это у нас разорвано в нашем сознании, не просто, когда мы берем, сели или встали, перед аналоем и читаем Евангелие, ну потому что нам сказали, что читать его надо. Ну мы вот его читаем. Прочитали, перекрестились, закрыли, и пошли дальше. Вот. По телефону тут же кто-то позвонил, стали ругаться, укорять, злословить, обличать и так далее. Это ничего не дает. Это ничего, кроме обличения, нам не дает. Читать надо не так. И даже, вот, Христос говорит в этом, в конце пятой главы, исследуйте Писание. Не просто читайте, исследуйте Писание. То есть, задача христианина в том, чтобы прочитать, не обязательно главу, прочитайте стих, прочитайте, там, зачало, какое-нибудь евангельское, но положите себе за правило это прочитанное исполнять. Тогда это слово будет воспитать. Само же чтение слова, оно не питает. Питает слово услышанное и исполненное, а услышанное и неисполненное не питает человека. И апостол Яков употребляет, уподобляет такого слышащего слова, но не исполняющего человека, который посмотрел в зеркало, отошел и забыл, как он выглядит. То есть, человек должен именно творить волю Божью, творить слово Божье, тогда он будет питаться, тогда он будет расти как на дрожжах в прямом смысле этого слова, ибо Дух Святой и Слово Божье уподобляется закваске. Но я бы хотел обратить внимание несколько на другой аспект. Это значит, что когда у человека разлаживается жизнь, когда он впадает во мрак уныния, одержимости, страстности, душевных болезней, когда у него непереносимая скорбь, когда у него неразрешимые обстоятельства, то это бывает, это и есть свидетельство того, что мы перестали жить Словом Божьим. Для нас, рожденных во Христе, для любого человека, исполнение воли Божьей является пищей, вот что нас питает. Когда мы перестаем этим питаться, тогда все у нас разрушается. Понимаете, сама по себе молитва, сама по себе скажем, прихождение, приход в храм, постановка свечей, пусть каким-то молитвным воздыханием, оно не может изменить нашу жизнь. Оно каким-то образом поддерживает нас на плаву, но изменить, разрешить обстоятельства не может. Для того, чтобы жизнь выровнялась, скорбь ушла, отношения с ближними, с работой, с безденежьем, еще с чем-то нормализовалось, то есть я стал бы спокойно чувствовать себя человеком, живущим в мире с ближними и с Богом, для этого нужно исполнять волю Божью. Это и будет пищей, которая накормит нас и жизнь наша восстановится. То есть человек, живущий на грани отчаяния, в ситуации невыразимого уныния, это человек, который питал, будучи словесным существом, будучи существом, созданным по образу и подобию Божьему, перестал питаться источником своей жизни, перестал кормить свой бессмертный дух, перестал воссоздавать себя на основаниях Бога, Слова того света, который сияет в нем. И отсюда вся жизнь приходит в упадок. Вот, и поэтому отсюда же, между прочим, и отношение к Евхаристии. То есть, вот человек говорит, как бы несколько забегая вперед, предваряя шестую главу, человек говорит, причащение есть воля Божья. Правильно говорит. Поэтому, когда я причащаюсь, я исполняю волю Божью. Правильно говорит. Человек приходит, причащается, исполняет волю Божью. Но больше никакой воли Божьей он не исполняет. Всего того, что другой сказал Бог, как свои слова, как свое повеление, человек не делает. То есть, не исполняет волю Божью. И тогда это причащение Богу начинает человека обличать. Оно начинает его томить. Оно начинает обличать его неполноту, нечистоту. То, что он на самом деле из всех слов Божьих избрал только удобное для себя, приемлемое для себя. А всего остального, что велит Бог, он не делает. И поэтому в результате его жизнь становится перекошенной. и через свое причащение, через соприкосновение с огнем Божества вот это естество человеческое воспламеняется. Господь обличает этим светом, что ты должен жить иначе, ты должен привести все свое существо в соответствие с моей волей. Ты причащаясь мне, ты должен жить по моей воле. Но если человек не принимает этого обличения и не хочет изменять свою жизнь, исполняя другие заповеди Божьи, то тогда этот огонь начинает его разрушать. Вот и как говорит апостол Павел, поэтому многие болеют и немало умирают. Именно потому, что они не хотят на самом деле покориться Богу. Они приходят к причащению не как к живому Богу, они причащаются телу и крови Иисуса Христа как к некоему вот воспринимает это магически, не как соединение с живым с Богом, а как просто некую таблетку, которая облегчает им жизнь, как к некоему вот инструменту, помогающему им жить дальше. Многие так и говорят. Если причащаюсь, совсем плохо становится, да, конечно, это некое палеотивное средство, если ты не хочешь, категорически отказываешься исполнять все прочие заповеди Божьи. Если отказываешься, тогда вот твоя жизнь перекашивается и становится неправильно.